Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Мексиканские «Пчёлки-убийцы» возвращаются. Легендарная приморская группа вновь выйдет на сцену после двухлетнего перерыва. Победителей престижного конкурса «Торговая марка года» назвали во Владивостоке. Единый государственный экзамен продолжают сдавать школьники Владивостока. Как выпускники написали русский и математику? И каковы тонкости проведения ЕГЭ? Все нацелены на победу. Ну, лучше с плохим сюда вообще не приходить. Подготовка проходила долго, волнительно, но нужно просто очень много заниматься. Также в выпуске. Пустующие корпуса ДВФУ скоро обретут новых хозяев. И ещё расскажем. Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. С экстренным обращением к водителям после целой серии ДТП на трассе Патрокол-де-Фрис-Сиданка выступила Госавтоинспекция Владивостока. Аварии произошли 6 июня и утром 7 июня из-за низкой видимости и густого тумана. Буквально через несколько часов после массового ДТП с участием 25 автомобилей на этом же участке случилась ещё одна серьёзная авария. Столкнулось два грузовика. Один пассажир погиб. В связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Ди-Фрис-Сиданка Патрокол во Владивостоке произошли 8 автоаварий, в которых приняли участие 25 автомашин. Причиной дорожно-транспортных происшествий послужили не только густой туман, но и несоблюдение водителями безопасных дистанций и скоростного режима. На места происшествий оперативно прибыли сотрудники госавтоинспекции для оформления ДТП и оказания помощи водителям. Судя по видеоматериалам, которые опубликованы в инстаграм-паблике ДПС-контроль, некоторым водителям пришлось разобрать леера для того, чтобы выбраться из дорожного коллапса. Некоторые из машин, которые попали в аварию, увозили с помощью эвакуаторов. Трассу перекрыли, затем открыли вновь. И снова ДТП. Утром 7 июня ГИБДД обратилась к владителям Владивостока с экстренным заявлением. Госавтоинспекция Владивостока убедительно просит водителей отказаться от передвижения по трассе Патрокол-де-Фрис-Седанка в условиях непогоды и выбрать альтернативные пути передвижения. Тем временем в социальных сетях появляется всё больше видео, на которых запечатлены участники массового ДТП на трассе Патрокол-де-Фрис-Седанка. В результате ДТП один автомобиль загорелся, его экстренно потушили. Стоит отметить, что крупное дорожно-транспортное происшествие из-за низкой видимости в туман на трассе Дефрис-Седанка-Патрокол далеко не первое. Подобные погодные условия для этой дороги совсем не редкость. Так, в апреле 2019 года из-за тумана столкнулись 13 автомобилей. Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года. В новом виде она заработает в январе 2020-го. Структуру возглавит председатель правительства. Основным претендентом на эту роль Олег Кожемяка назвал Веру Щербину, первого вице-губернатора. Напомним, что назначение в декабре 2018 года на пост в Рио первого вице-губернатора Веры Щербины стало одним из первых кадровых решений Олега Кожемяка в должности главы региона. О кандидатуре председателей правительства Приморья было сказано на Петербургском экономическом форуме. Губернатор также отметил, что штат расширять не планирует. Сейчас ведется анализ работы чиновников администрации, определяют их эффективность и дальнейшую судьбу. Новый формат работы таков. Губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, работать с общественными институтами и непосредственно с жителями региона, а также будет контролировать деятельность правительства. А правительство во главе с председателями будет отвечать за решения поставленных задач и достижения конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения. Здание ДВФУ на материковой части скоро обретут новых хозяев. Краевые власти ведут переговоры по этому поводу. Олег Кожемяка встретится с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. Губернатор предложил перераспределить объекты на Мордовцево-12 и Океанском проспекте-19 между Российской Федерацией и Приморским краем для более эффективного использования. Мы предложили передать администрации края те здания, которые на сегодняшний день не задействованы. В них можно было бы разместить земельное управление Владивостока, другие службы, что было бы удобно жителям региона. В целом эти объекты должны быть использованы, в том числе под социальные нужды. На Океанском проспекте-19 два хороших спортивных зала, которые будут востребованы нашими детьми и спортивным сообществом. Бывшие учебные корпуса пустуют уже шесть лет, оставаясь на балансе Российской Федерации. После переноса столицы ДФО во Владивосток, вице-премьер полпредпрезидента Юрий Трутнев предложил использовать эти помещения для чиновников и ведомств, которые должны переехать из Хабаровска. Рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компании «Белый кит», которая занималась отловом трех косаток, содержащихся в бухте Средней, продолжается во Владивостоке. В суде Фрунзенского района Владивостока исковое заявление сделало пограничное управление ФСБ по Приморскому краю. Уже состоялся опрос свидетелей и экспертов. В суде работает наша съемочная группа. В понедельник, 10 июня, мы расскажем вам о решении суда. А сейчас вспомним подробности дела. 4 июня во Владивостоке в суде рассмотрели дела о нарушении правил рыболовства компании «Белый кит», которая осуществляла отлов трех косаток, содержащихся в бухте Средней. Всего же от пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трём делам об административном правонарушении в отношении юридических лиц компаний «Белый кит», «Афалина» и «Океанариум ДВ». Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю считает компанию «Белый кит», нарушившей правила и требования рыболовства. В частности, животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов косаток, так как маломерное судно «Кит-5» по заключению специалистов не имело технической возможности самостоятельно выловить и перевести косатку. Также компания не предоставила документы учёта вылова и не уведомила пограничное управление о месте выгрузки животных. «Белый кит» не могло получить в Росрыболовстве разрешение на вылов более чем на одно судно, так как рыболовная квота не может быть разделена на два или более судна. Рассмотрение дел по двум другим компаниям, отлавливавшим животных Афалини и Океанариуму ДВ, назначено на 10 и 11 июня. Напомним, сейчас в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. Ранее в центре передержки содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было и 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, поэтому факту полиция ведёт проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных. Ранее Ревлот Ньюс писала, что в Министерстве природы решили выпустить косаток из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье. Зоозащитники выступили против такого решения. По их мнению, выпуск млекопитающих в бухте Средняя может привести к неминуемой гибели китов. Выпускать их можно только вместо вылова в природную среду обитания. Отметим также, что хозяевам арестованных китообразных предписано по-прежнему их содержать. При этом, по оценкам экспертов, сутки содержания арестованных белух и косаток обходятся почти в 500 тысяч рублей. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Единые госэкзамены продолжают сдавать школьники Владивостока. Первыми выпускники сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку. За ходом проведения следят наблюдатели, которые находятся не только в аудиториях, но и контролируют школьников дистанционно. В ситуационном центре ЕГЭ на базе Дальневосточного федерального университета работают 150 человек. Тему продолжит Катерина Матвеева. На партах только авторучка и вода. Список разрешенных предметов, которые можно взять с собой на экзамен, невелик. Никаких шоколадок, линеек и тем более телефонов. Их, кстати, ребята принести даже не пытались. На выполнение заданий по математике дается всего 180 минут. Сегодня ребята, выпускники 11 классов школ города Владивостока сдают профильный экзамен по математике. Во всех аудиториях, где находятся выпускники, установлены камеры видеонаблюдения. Идет прямая трансляция, то есть отслеживаются все передвижения, движения, которые в аудитории происходят. Новшество этого года. Выпускники могут выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения неудовлетворительного результата ребята могут изменить уровень экзамена для пересдачи в резервные строки. Результат экзамена базового уровня учитывается при выдаче аттестата о среднем общем образовании, а результат экзамена профильного уровня, помимо права на получение аттестата, учитывается вузами в качестве вступительных испытаний, и результат базовой математики вузами в качестве вступительных испытаний не учитывается, рассказал Андрей Пастульгин, замдиректора Центра качества образования. Еще одно новшество – ЕГЭ по китайскому языку. Его сдавали выпускники впервые. Несмотря на то, что изучение китайского в приморских школах достаточно популярно, смельчаков, которые отважились сдать российский госэкзамен на знание китайской грамоты, оказалось совсем немного. В Приморье экзамен писали 15 человек, а во Владивостоке всего пятеро. Всего дается три часа на 40 заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности. Минимальный порог для сдачи – 22 балла. Я изучаю китайский язык более девяти лет. На данный момент у меня имеется сертификат международный квалификационный HSK пятого уровня. Это уровень уже студента, проучившегося в Китае более четырех лет. Да, безусловно, китайский язык, он очень сложен в плане грамматики, в плане писания иероглифов. То есть, допустим, пример уже привести, что в английском языке там буквы есть, там, предложения из них, а в китайском языке, то есть, может, один иероглиф иметь несколько значений. И в том же плане то, что в китайском языке есть тональность, то есть, четыре тона. И в зависимости от того, какой тон, то значение тоже слова меняется. То есть, безусловно, изучать очень трудно, и если человек собирается изучать китайский язык, то он определенно должен знать, на что он идет. Русский язык сдавали в два этапа. В декабре ребята писали сочинение, которое являлось допуском к главному тестированию. Само тестирование проходило 3 июня. В региональную информационную систему внесены сведения об 11 596 участниках. Из них 10 268 – выпускники текущего года, 1023 – выпускники прошлых лет, 379 – ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники специальных учреждений. Согласно порядку, за час до вскрытия пакета заданиями ученики должны собраться по номерам аудитории, пройти перекличку «Паспортный вещевой контроль». Перед тем, как попасть в аудиторию, выпускники обязаны пройти через рамку металлоискателя. С каждым годом контроль над ребятами только усиливается. Так, в социальной сети Instagram приморцы поделились скриншотами сообщений от людей, которые следят за экзаменуемыми при помощи камер видеонаблюдения, установленных в аудиториях. Аудитория 21, место 3А, время 11.58. Списывает шпора в фартуке. Аудитория 132, место 3А и 2Б разговаривают. Время 13.04. Сделайте замечание. Аудитория 13.05, место 2Б. Время 13.41. Шпаргалка в заднем кармане. Если факт списывания будет зафиксирован, на ученика составляются акты, его удаляют. Вопрос о сроках пересдачи принимается Государственной аттестационной комиссией. Понятно, что не все выпускники чувствуют себя уверенно. Те, кто, казалось бы, длинно готовился, не показывают тех результатов, которые на них ставят болельщики. Потому что ЕГЭ – это как в спорте. Нужно здесь и сейчас собраться и подтвердить свои умения, знания, навыки, которые на протяжении стольких лет в тебя вкладывались. Выпускники по-разному относятся к ЕГЭ. Одним госэкзамен кажется довольно интересным методом итоговой аттестации, ведь задания с каждым годом меняются и усложняются. Другие считают несправедливым проверять знания тестами, ведь тестирование своего рода лотереи. Правильные ответы можно выбрать наугад. Настроение, в общем, неплохое, в принципе. Я не переживаю, как и мои одноклассники, наверное. Потому что все готовились к профилю, потому что без него ты никуда не поступишь, в нормальный вуз. Вот. И готовились все на сайтах. Решу ЕГЭ и подобными. Все нацелены на победу. Ну, лучше с плохим сюда вообще не приходить. Подготовка проходила долго, волнительно, но нужно просто очень много заниматься. Я выбрала профильную математику, потому что она требует вуз, в который я хочу поступить. Вот. И, ну, в принципе, можно выбрать и то, и то, но все-таки лучше выбирать профиль, больше шансов поступить. Настроение волнительное. В основном хорошее, конечно. Подготовились в последний месяц достаточно упорно. А так, ну, в принципе, к экзамену, можно сказать, готов на баллов 7 месяцев. Несмотря на оптимистичный настрой, для многих школьников единый госэкзамен – огромный стресс. Если раньше выпускник мог сдать неудачно выпускной экзамен в школе, у него все равно оставался шанс хорошо сдать вступительный экзамен вуз. Количество баллов, набранных на ЕГЭ, либо открывает перед выпускником престижные вузы страны, либо заставляет отказаться от мечты. Волнение школьников сказывается на их эмоциональном состоянии. Так, 27 февраля выпускница изувечила себя. Решилась на такой шаг из-за страха не сдать ЕГЭ. Нужно, конечно, смотреть, наблюдать за эмоциональным состоянием своего подростка. Как понять? Он начинает плохо спать, он может плохо есть, или наоборот у него компульсивное переедание появляется. Он может замыкаться в себе, либо закрываться в комнате много плакать, либо появляются какие-то психосоматические проблемы, ну, то есть частые болезни, например, или аллергические. Какие-то заболевания. В общем, есть признаки стресса сильного, который ребенок не выдерживает, в общем-то. И даже вплоть до депрессивного состояния. То есть, когда мы видим, что он апатичен, у него нет мотивации уже даже и учить это ЕГЭ. Специалисты советуют не давить на ребенка, поддерживать его и не делать катастрофы в случае неудачной сдачи. И помнить, что интеллектуальное развитие ребенка, конечно, важно, но более значимо его здоровье и эмоциональное состояние. Напомним, что в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный с 20 марта по 10 апреля, основной с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Победителей престижного конкурса «Торговая марка года» назвали во Владивостоке. И лидером во многих номинациях стали ресурсы издательского дома «Бизнес-кейс». Так, Рия Владню стала победителем в номинации «Сила бренда». Газета «Владивосток» победитель в номинации «Социально ответственный бренд». Агентство «Приморья-24» признано народной маркой. Радио «Лема» победителем в номинации «Популярный бренд». А Ви-Би-Си в номинации «Сила бренда» в категории СМИ. Горячо поздравляем коллег за признание читателей, слушателей и зрителей. Ведь выбирали победителей открытым голосованием. Газета «Владивосток», информационное агентство «Владньюз», радио «Лема», радио «Ви-Би-Си». Почти все информационные ресурсы холдинга «Бизнес-кейс» стали лауреатами премии «Торговая марка года». «Торговая марка года» – самая авторитетная бизнес-награда Тихоокеанской России в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. Ежегодное награждение наиболее успешных проектов в области построения брендов демонстрирует силу Тихоокеанской России, способствует усилению национальной конкурентоспособности, политической и экономической репутации Дальнего Востока. Имена лидирующих компаний «Товаров» и «Персон» стали символами региона. По ним узнают о лучших в бизнесе. Благодаря торговой марке мы звучим в России и за рубежом. Награждение наиболее успешных проектов в области построения брендов демонстрирует силу Тихоокеанской России. Радио Лемма. Частота вещания 102,7 FM. Информационно-музыкальная радиостанция. В эфире всегда свежая и актуальная информация о событиях в городе, крае и стране. Всегда в диалоге со слушателями идёт обсуждение самых интересных тем. Звёздные гости – ещё один повод гордиться. Это политики, эксперты и звёзды. Музыкальное наполнение эфира продумано и разнообразно. Композиции из Золотого фонда отечественных и зарубежных хитов, а также популярная музыка последнего десятилетия. Радиостанция получила награду в номинации «Популярный бренд». Спасибо большое за награду, за признание. Не первый год мы получаем эти замечательные награды. Радио Лемма существует, работает с 1996 года и 22 июля нам исполняется 23 года. Информационное агентство Влад Ньюз. Здесь представлены новости политики и экономики, актуальные события из мира культуры и спорта, комментарии известных людей. Популярностью и огромным количеством просмотров – более двух миллионов. Объясняется востребованность. Здесь звучат также объявления о покупке, продаже, обмене, аренде. Свежие новости из жизни Дальневосточного федерального округа. Риэл Лад Ньюз получила награду в номинации «Сила бренда». Уже не первый год нас отмечают. На протяжении 22 лет мы являемся лидерами информационной связи не только на Дальнем Востоке, но и на всей России. То есть уже нас знают даже за рубежом. Радио ВИБИСИ – одна из первых коммерческих радиостанций. Впервые вышла в эфир 1 января 1993 года во Владивостоке на частоте 101,7 FM. С первого дня вещания радио ВИБИСИ – одна из самых популярных радиостанций Владивостока. В 2014 году легендарное радио ВИБИСИ приобретает статус мужского радио с настоящим роком, легендарными голосами и восхищением прелестной слабой половины человечества. Радиостанция победила в номинации «Сила бренда». В этом году радио ВИБИСИ исполнилось 26 лет. Мы были первой независимой радиостанцией в Приморье и в Владивостоке точно. И вот уже, наверное, несколько поколений радиослушателей выросло на наших эфиров. И вот эти вот все награды очень приятно, большая честь получить. Они в очередной раз доказывают, что мы делаем индийный продукт высочайшего качества. Газета «Владивосток» – одно из самых авторитетных изданий Приморского края. В этом году отмечает свой 30-летний юбилей. 1 июля 1989 года газета «Владивосток» стала регулярно выходить в свет. И газету смело можно назвать символом Приморской столицы, потому что ее становление и развитие неразрывно связаны с историей самого Владивостока. Газета победила в номинации «Социально ответственный бренд». Я только что вчера вернулся из Михайловки и скажу, что видел на нашей газете, Костя, я тоже видел газету, он на стратегийском стеллаже в читательном зале. Они сказали, что читают Приморскую газету и «Владивосток», то есть в крае. Нас знаю. Спасибо большое, что нас наградили, отметили. Все лауреаты конкурса «Торговая марка года» могут использовать знак в рекламных целях, размещать знак на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Мы поздравляем коллег за признание их высочайших достижений. Светлана Садова, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой В бухте на Вик затонул катер. Трое пассажиров живы, четвертого ищут спасатели. На острове Русский реализуют программу «Тысяча дворов». Олег Гуменюк проверил ход выполнения работ. Мексиканские пчелки-убийцы возвращаются на сцену. Приморские музыканты готовят сольный концерт. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. В бухте на Вик затонул катер. Трое пассажиров живы, четвертого ищут спасатели. На острове Русский реализуют программу «Тысяча дворов». Олег Гуменюк проверил ход выполнения работ. Мексиканские пчелки-убийцы возвращаются на сцену. Приморские музыканты готовят сольный концерт. В районе острова Уши в бухте на Вик затонул катер. На борту находилось четыре человека. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и оказали помощь двум пассажирам. На берегу острова Русский спасатели обнаружили третьего пассажира катера. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. На поиски четвертого мужчины вышли спасатели Владивостокского филиала МЧС. Спасатели напоминают. Идет активный сезон навигации и уже появились первые желающие искупаться. МЧС обращает внимание. Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную прогоду. При температуре воды 17-19 градусов тепла. В воде следует находиться 10-15 минут. Перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. Для неумеющих плавать и плохо плавающих особую опасность представляют различные надувные плавсредства. Камеры, пояса и резиновые матрасы, которые не отличаются надежностью. На тематической клумбе в районе остановки «Молодежная» городские озеленители начали высаживать цветы. Здесь появится около 6 тысяч бегоний, которые прекрасно чувствуют себя в приморском климате. Полностью оформить надпись «Владивосток» планируют за два дня. Озеленители также продолжают работы по формовочной обрезке кустарников. На покосе газонов и откосов. В парковых зонах. А также высаживают однолетние цветы на городские клумбы. Отметим, что ежегодно цветочная композиция «Владивосток» радует жителей и гостей города своим цветением до поздней осени. Ход ремонтных работ на острове Русский проверил Олег Гуменюк. Сейчас там реализуют губернаторскую программу «Тысяча дворов». Помимо этого, глава обсудил со специалистами проект трёх новых дорог на Русском. Подробнее об этом Максим Яковлев. Сезон ремонтов и активного обновления Владивостока в этом году затрагивает не только улицы самого города, но и соседний остров Русский. Местные жители до последнего не верили, что и их придомовые территории и дороги войдут в план работ. А теперь островитяне своими глазами видят, как обновляются их дворы. В общем-то, крылья даже за спиной выросли. Мы надеемся, что всё-таки будет дальше хорошо. Появилась надежда. Вот это уже о чём-то говорит. Проверить, как реализуется губернаторская программа «Тысяча дворов» на острове Русский, приехал глава города Олег Гуменюк. Он посетил сразу несколько адресов, где пообщался с жителями на местных проблемах. Вот завтра, послезавтра размещаем уже контракт. Там 60 миллионов. Это вот эта протяжённость. Это два сквера мы сделаем. Мы сделаем тротуар, а чуть позже расторгуем ещё остановки и поменяем здесь ещё остановки. Здесь будут у вас, во-первых, и мы покрасим переходы пешеходные, и знаки восстанавливать начинаем. Все вот эти моменты, все будут у вас по безопасности полностью. Визит мэра на остров не ограничился только дворовым ремонтом. Олег Гуменюк взялся и за самый насущный вопрос – дороги. На экипажной, в Поспелово и в посёлке Парис ситуация критическая. Специалисты уже разработали проект, в который входят не только километры нового асфальта, но и система дорожного освещения. Если мы делаем этот пункт, то мы дорогу делали там, где это возможно дотянуть ямочный, где, там, может быть, к пирсу где-то подсыпать, то давайте опять где-то кружку используем. Чтобы у людей, если мы делали, зашли, то знаете, как сделали и дальше уже подвигаться. Потому что у нас такой план. Первая дорога, вторая, третья. В этом году у нас три объекта. А к новым дорогам в этом году добавятся и свежие рейсовые автобусы, и 13 новых остановочных павильонов. Стоит напомнить, что обо всех этих нуждах мэру сообщили сами жители острова на встрече ещё в мае. Горожане предложили свои варианты решения вопросов содержания жилищного фонда, вывоза мусора, обеспечения безопасности и других сфер. Отметим, что с приходом Олега Гуменюка дороги действительно градируются ежедневно. Они подсыпаны скальником, и благодаря очистке кюветов, переливов воды не бывает даже в самые мощные ливни. Максим Яковлев, новости на восьмом. Группа «Мексиканские пчёлки-убийцы» возвращается на сцену. Приморские музыканты готовят сольный концерт спустя два года затишья. О планах и сюрпризах для слушателей они рассказали в эфире радио Ви Би Си. «Мексиканские пчёлки-убийцы» – одно из самых интересных явлений Владивостокской сцены конца 90-х – начала 2000-х. Приморская рок-группа исполняет песни, которые сочетают в себе массу стилей. Это панк, ска, фанк и даже баллады на старо-французском. Составляющие музыкального стиля можно перечислять долго. Последний раз они выходили на сцену два года назад, когда праздновали свой юбилей. И вот теперь они снова возвращаются с большим сольником. «Нет такой какой-то потребности дикой, чтобы выходить на сцену в этом качестве. И у меня не есть чем заняться, и ребятам тем более. Поэтому мы делаем такие перерывы, но чтобы нам соскучились. Опять же, здоровье уже у многих не то. Я думаю, что после концерта, который был два года назад, уже все пришли в себя и могут повеселиться». В эфире радио Ви Би Си музыканты рассказали о будущем шоу. Гостей концерта ждет классический состав группы с духовой секцией и лучшими хитами. Приморские рокеры отметили, что ждут на концерте любителей рока всех возрастов. И тех солидных и успешных горожан, что любят вспоминать свою лихую молодость, отплясывая подразгильдяйский и прекрасный в своей абсурдности скопанк. В коллекции у пчелок много золотых хитов. На концерте прозвучат любимые нетленки владивостокцев, про беззубую девочку, Катюшку и, разумеется, Колобка. 8 июня клуб «Водолей» в районе полуночи концерт группы «Мексиканские пчелки-убийцы» почти с оркестром. До встречи. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. К слову о пчелах. Свидетелями необычного явления стали посетители кинотеатра «Владивосток». Их не на шутку испугало неожиданное скопление насекомых в здании. Из-за незваных гостей даже пришлось закрыть главный вход. Посетителей выпускали и впускали через запасной, чтобы пчелы никого не покусали. Обошлось без происшествий. Насекомые вели себя мирно. Видеоподтверждение странного явления прислали на WhatsApp телезрители восьмого канала. Почему рой пчел облюбовал кинотеатр на Луговой, остается загадкой. Как сообщили свидетели ситуации, незваных гостей пришлось уничтожить дихлофосом. Собаки-рыбы, более известные как фугу, украсили экспозицию Японское море в Приморском океанариуме. Иногда этих рыб ловят и приморские рыбаки. Только варить уху из них мы не рекомендуем. Фугу ядовито, содержит тетродоксин, который смертелен для человека. Но яд рыба вырабатывает, потребляя только определенную пищу. Поэтому рыбы-собаки, живущие в искусственных условиях, не ядовиты. Фугу агрессивны и, как правило, содержатся в отдельных аквариумах. Но иногда их специально подсаживают к рыбам, которые не могут ужиться друг с другом. Тогда страх перед общим врагом примеряет обитателей аквариума. Подруге-рыбе-собаке уж точно не годится хищная ядовитая медуза Цианея, также прописавшаяся в океанариуме. Цианеи встречают и на побережьях Приморского края. Каждую весну в водах залива Петра Великого они совсем небольшие. А вот в северных морях можно встретить медуз, размер купола которых превышает 2 метра. А длина щуполиц достигает 36 метров. Именно поэтому Цианеи считаются самыми длинными животными в мировом океане. И к новостям спорта. Один из самых крупных футбольных турниров в России завершился во Владивостоке. Соревнования «Локобол» объединили порядка 30 команд со всего Приморья. В тяжелой трехдневной борьбе принимали участие игроки младше 10 лет. Подробнее об этом Максим Яковлев. «Локобол» — это футбольный рекордсмен в стране. В этих детских соревнованиях по всей России принимают участие тысячи команд. Турниру к тому же уже более 20 лет. В богатую историю «Локобола» себя ежегодно вписывают и приморские спортсмены. У нас были соревнования во Владивостоке, в Находке, в Черниговке и в Спаске. Четыре города были задействованы. После этого команды победителей у нас, два места первых, и от Владивостока четыре, приехали вот сегодня во Владивосток. И три дня мы здесь выясняли, кто же от нас поедет на финальный региональный турнир в Хабаровск. В первый же день на поле наметился лидер. «Луч» с крупным счетом обыграл соперников и с легкостью прошел в полуфинал. Параллельно неплохой результат показывал Находкинский океан, который также смог пробиться дальше. А вот многим другим ребятам не везло с самого начала. «Ну, я, в принципе, недоволен игрой команды. Мы играли плохо, заняли шестое место. Ну, мне не понравилось, как мы играли, но турнир, в общем-то, хороший. Мне нравится футбол. Футбол – это жизнь». В итоге к финалу и подошли те, кто хорошо стартовал. Противостояние Владивостока и Находки оказалось непростым. Океан первым открыл счет. «Луч» ответил двумя голами. «Белосиние» же вскоре сравняли. Счеты немного осели в обороне. «Тигры» стали наседать, чем в итоге и воспользовались гости. «Океан» смог добить еще два мяча в ворота и таким образом одержать сложную и довольно неожиданную победу. 4-2. В финальной игре у нас не хватило нервов, не хватило командного духа, и мы из-за этого проиграли. Ну, нам тренер сказал, нужно еще забить, а мы поплатились за это и получили. «Потрясающее впечатление. Это был идеальный турнир. Эта игра, в основном, самая была сложная игра на турнире. Но мы это смогли сделать. Мы выиграли этот турнир. Эмоции переполняются. Даже говорите, или как можно». «Я рад за своих ребят. Проявили характер настоящий мужской, что я от них всегда требую. Потому что финалы просто так не выигрывают. Только на характере, на зубах. Видите, 1-0 вели, 2-1 проигрывали. Смогли, я сам не ожидал, переломить игру и выиграть 4-2. И я рад за них, и горжусь ими». Свои награды по итогу получили не только призеры Лакобола, но и отдельные игроки, которых отметили судьи. Юные футболисты также получили сладкие призы. Но «Океану» досталась главная награда – путевка на дальневосточный финал в Хабаровск. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Две крупные аварии произошли на трассе Патрокол-де-Фрис-Сиданка и есть пострадавшие. Владивостокские школьники продолжают сдавать единый государственный экзамен. Оглашен список победителей конкурса «Торговая марка года». В бухте Новик затонул катер, трое пассажиров живы, четвертого ищут спасатели. Приморский океанариум обзавелся новыми экспонатами. Рыбой фугу и медузой цианеи. На острове Русский реализуется программа «Тысяча дворов». Олег Гуменюк проверил ход выполнения работ. Приморские музыканты из группы «Мексиканские пчелки-убийцы» готовят сольный концерт. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. В Китае проложена небесная дорога. Называется она так, потому что это самая высокая в мире дорожная развязка. Трасса «Скайроуд» в провинции Сычуань соединила горные районы государства с прибрежными портами. Строительство дороги заняло пять лет и обошлось китайской казне сравнительно недорого – в 3 миллиарда долларов. Горный хребет сейсмоактивен, поэтому пришлось разработать уникальный проект. Его протяженность – 240 километров. И больше половины – туннели, мосты через ущелья и виадуки по вершинам гор. Посмотреть на самую высокую дорожную развязку в мире предлагаем прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.